ласковый привет и сегодня долгожданное возвращение легендарного челленджа моего канала и конечно же это челлендж пинтерест в этот раз все началось как обычно я выбирала картинки с помощью рандомайзера я решила это не вставлять видео оставить лишь сами картинки и думаю вы мне доверитесь и поверите хотя конечно я там подшаманила немного опять с позой и с эмоцией потому что потому что потому все уже в курсе что там некоторые проблемы у меня с этим подбором но это неважно главное что картинки мне попались очень атмосферные сначала я испугалась потому что снова фиолетовая кожа и фиолетовые волосы что-то опять все одинаковые розовые милые ну так мне пинтерест выдает я тут не виновата в этот раз вы увидите все без наброска набросок у меня уже готов я буду лишь обводить его и красить идея с этой картинкой меня посетила только когда совместилось два изображения у меня в голове это платье вот это прекрасное зеленое пышное такое для принцессы и вот эта поза и казалось бы принцессы не сидят на корточках и вообще это не типичная какая-то поза плюс добавилась эмоция и все в моей голове сложилось как надо почему-то сюжет такой у меня сложился что это принцесса вообще изначально да это было не принцесса а скорее фея какая-то и я сразу увидела как она сидит в лесу может быть она от чего-то убежала может быть она просто присела отдохнуть но мне прям захотелось передать вот это нетипичное поведение типичной принцессы и мне очень нравится это сочетание из-за этого картинка из-за этого сюжет получился таким интересным в этот раз я выбрала делать line не с помощью как это называется функция когда она делает прямые линии за тебя ну вы поняли и не с помощью кисти которую я обычно выбираю мне захотелось расслабиться это уже какой-то ледь мотив моего канала становится потому что предыдущее видео которое я сделала на полном чили скажем так просто для себя рисовала потом простенько все смонтировала выложила и она даже понравилось зрителям в этот раз мне тоже захотелось продолжать в таком настроении знаете канал сейчас у меня отнимает много рабочего времени и поэтому я думаю ну я сделаю для себя и покажу это очень часто до этого я думала как будут думать люди когда будут смотреть видео знаете оценивать какой-то профессионализм или еще что-то я очень люблю додумывать что думают другие когда смотрят мои видео в этот раз я постаралась держаться мысли что то все равно что подумают люди главное чтобы в итоге это было красиво и чтобы я получила удовольствие такой некий здоровый эгоизм скажем так который точно мне помог при рисовании этого сюжета так вот выбрала я необычную кисте выбрала карандаш который отмечается в моей программе как 3б я вообще сторонник мягких карандашей наброски ими делать супер класс что-то line какой-то супер вообще в жизни когда мне приходилось работать с разными жесткостями карандаша я не прочувствовала всей прелести это было в художественной школе и нам сказали купить набор карандашей с которым раньше я не сталкивалась в котором разные твердости честно я прикола за всю свою художественно-школьническую жизнь четыре года не поняла я почему-то как-то не поняла что тени можно вот мягким или для чего вообще эти мягкости нам объясняли но именно практика мне важно очень как понимание на практике и я ничего не поняла вот кстати сейчас вы можете наблюдать как хорошо у меня получилась эмоция на лице и как плохо просто отвратительно у меня получились пальцы это просто как будто искусственный интеллект рисовал их причем на референсе позы очень хорошо прорисовано там пальчики все но мое желание не заморачиваться победила я что-то там сначала накидала как-то там расположила руки потом когда пришло время делать line я все равно отложила это что я поправлю когда буду раскрашивать и спойлер я ничего не исправлю я оставлю руки вот такими некрасивыми какими-то мне кажется там лишние пальцы даже есть но я решила пусть будет так не думаю что кто-то будет сматриваться тем более и как я поняла заведение канала не так уж много людей докапывается вообще это удивительно потому что у меня маленький очень канал и видимо еще не нашлись те люди которые мне делали бы замечания пока что в моей уютной шумшу семье все просто радуются что выходят видео и наслаждаются процессом рисуют вместе со мной а это мне и нужно пускай без критики но сам критик это у меня еще есть поэтому пусть будут вот такие странные руки в общем еще мне на картине в пинтересте попались эти прекрасные грибочки вы просто зацените их они сами по себе уже главный как будто объект рисунка должен быть они настолько красивые я не знаю настоящие это грибы или это тоже сгенерированное изображение но это просто потрясающе вы посмотрите какие они красивые и я решила их добавлять не как предмет как обычно делала в этом челленджи пинтерест а решила сделать их фоном и конечно же так как у меня такая фэнтезийная девушка получилось я решила сделать их огромными для атмосферности фэнтези и вот еще что я решила добавить немало девушки принцессы немало грибов я решила добавить этих прекрасных лягушат у меня уже был опыт рисования лягушки представляете себе целый один раз но мне так нравится до сих пор это изображение она даже долго стояла у меня на обоях я решила просто более упрощенно поместить сюда таких вот лягушечек которые составят компанию в этом фантазийном лесу нашей принцессе сначала я хотела нарисовать более подробно лягушку но потом что-то у меня не сложилось с ее пропорциями и конечно же я ее упростила и насколько она милая получилось просто мне очень нравится такое решение которое я приняла и причем знаете существуют же такие лягушки и как и не называется я не знаю земляная лягушка или как я может быть сюда вот изображение прикреплю и мне кажется похоже и вообще это фэнтези и именно таких лягушек я там вижу одна из них спряталась складки платья мне так захотелось какой-то прям милоты добавить и я думаю вот эти лягушата прекрасно справляются я кстати не до самого конца не понимала буду ли я менять обводку потому что этот второй слой обводки он как бы он как бы да меня устраивал но я думала может быть я сделаю цветную ее или все-таки более ровную но в итоге я осталась при мнении что такая обводка мне нравится больше всего и мне нравится что она такая черная что она помогает и отделять предметы потому что здесь я использовала много цветов и возможно у меня слилось бы все в одну кашу даже немножечко у меня так было но в конце на конечном на конечном изображении вы увидите что я после уже видео подправила кое-что я попозже об этом расскажу а про покрас я могу рассказать вот что мне выпала картинка цвета кожи такая сиреневая светло-сиреневый градиент до темное фиолетового и из-за того что я выбрала фон холодный захотела сделать какой-то вечер или ночь конечно же с луной и звездами все как положено и вот этот сиреневый цвет который я прям пипеткой взяла с картинки на фоне такого холодного голубого или как это васильковый цвет это кожа стала ну более теплой вы можете видеть насколько отличается цвет кожи который у меня получился от того что на картинке но так сработал вот этот контраст так друг на друга влияют цвета и я решила так и сделать я могла бы подстроиться и подобрать такой цвет который визуально даже с таким фоном будет выглядеть как на картинке но я опасалась что у меня все будет одного цвета тогда потому что фон я все-таки хотела ставить примерно такой и я так и оставила в общем с волосами вообще все то же самое цвет поменялся но меня спасло что у меня там черничка или голубичка на картинке я смогла оттенить более темные моменты какие-то на волосах и они кстати даже получились кудрявыми такими же как на картинке у девушки которая послужила мне референсом для прически и общая прическа я считаю мне удалась как и лицо я повторюсь буду хвалить себя себя и не похвалишь никто не похвалит хотя у меня есть такие люди на канале которые конечно же меня поддержат с цветом платье вообще вообще другой цвет показался при выкраске то есть у меня картинка такого розового в сиреневого какого-то пыльно-фиолетового цвета там еще помню месяц а на таком фоне это какой-то оранжевый персиковый цвет и я была вы не представляете как счастлива потому что все розово-фиолетово-синяя у меня такого много я такое много где используюсь и хотелось чего-то немножко другого для разнообразия и как прекрасно сыграл этот цвет на таком фоне и на цвете кожи девушки просто замечательно вот этот сиреневый цвет который на фотографии оказался коричневым каким-то кофе с молоком цвет такой я решила его нанести на складки хотя изначально у меня в голове думала сделать растяжку от розового до сиреневого ну что-то мне другое стукнуло в голову я его сначала поместила на складки но затем я немного это поправлю потому что не совсем он подходит для складок и в общем думаю вы увидите все и так я сделала вот такой вот пышный шлейф положила его на землю и вот эти складки не то чтобы я прям думала и билась над ними чтоб они лежали как-то логично наверное как было бы в жизни я просто сделала какие-то волны и эффект мне нравится видно что это складки платье что он такое пышное и кучерявая как это называется не знаю в общем эффект по моему сохранился такой же как на референсе я решила добавить побольше розового потому что все таки какое-то слишком персиковое платье получается а фотография референс все таки розово-фиолетовое и добавила еще сиреневого не знала как разобраться с вот этой частью которая залегла складка между ножек принцессы и просто ляпнула какой-то цвет я потом все это еще буду исправлять вы увидите немножко изменится картинка и грибы конечно же я прям с нетерпением к ней приступила я лайных даже не стала прорисовывать потому что знала что они настолько будут разнообразные в своей расцветке как это объяснить что именно цветом я смогу их вывести с помощью цвета и их раскраски они получатся такими как на то есть я тут была уверена что лайна мне не нужен ну и в принципе это оказалось правдой пока я раскрашиваю грибочки хотела вам рассказать про некоторые моменты насчет вот это все затормаживание ютуба насчет перехода на другие платформы я пока активно добавляю видео старые и новые на разные платформы все ссылки будут у меня в описании я теперь есть на дзене я была я остаюсь в контакте и на бусте я пока ничего не заливаю у меня есть там аккаунт но я думаю это уже будет слишком большой разброс и пока там потихоньку появляются видео но если вдруг youtube закроет я конечно же буду все выкладывать там так что прямо сейчас можете уже присоединяться это очень поможет продвижению канала и сообщества на тех платформах и заодно наше сообщество увеличится на станет больше чего я желаю еще хотела напомнить что у меня с недавнего времени появился игровой канал да там сейчас мало видео возможно я перенесу туда стримы наши игровые которые с оконченными играми которые мы довели до конца доиграли я возможно их туда тоже перезалью отсюда удалю чтобы не смешивалась аудитория которая хочет смотреть игры и не хочет смотреть рисование кому интересно и то и то добро пожаловать я буду всем рада еще я хотела сказать что скоро наверное буду снимать продолжение рисования маслом кто не видел можете посмотреть как как всегда все в описании и еще я купила цветные карандаши которые лежат и не они не могут меня дождаться я не могу дождаться когда попробую ими порисовать я так зажглась идеей порисовать именно карандашами я купила для них скидер с плотной бумагой с плотной потому что вдруг мне захочется порисовать там красками например и я очень хочу сделать их выкраску именно с вами и попробовать сделать какой-нибудь рисуночек в общем жду не дождусь лишь бы у меня хватило времени и сил на все это но в общем то могу сказать что ожидайте это видео точно будет наверно будет еще больше видео без моей озвучки я буду периодически может быть разбавлять свои разговорные видео ими когда например не будет времени но не хочу оставлять вас наедине с моим каналом и старыми видео хочу дополнять свой контент пусть даже каким-то возможно ленивыми скажем так видео но кому-то такой формат тоже нравится я например с удовольствием смотрю видео без голоса это очень расслабляет особенно когда хорошая музыка и конечно мне в комментариях также приходит хорошие отзывы что такой формат людям нравится на этом этапе я уже дополняю эти грибочки яркими цветами я периодически поглядываю конечно же на референс что я просто вырезала из видео и я даже не знаю удалось мне до конца передать всю их красоту или нет но я бы прям даже отдельные рисуночек сделал был только с этими грибами пускай в той же атмосфере может быть с лягушатами который будет оттенять их но я скажу что это практически полноценная главная роль на этом как полноценная главная роль на этом рисунке вот эти грибочки я кстати даже думала что наверное они будут к себе притягивать больше внимания хотят тут на первом плане у нас принцесса но в итоге я не знаю что у меня получилось получилось ли им как-то сбалансировать но я не могла себе отказать в удовольствии чтобы эти грибы тоже выделили шикарно чтобы они тоже привлекали внимание глаз даже не буду сейчас углубляться в какую-то теорию рисования мне по итогу очень нравится тут я добавляла дальше всякие мелкие детали над грибами мне очень понравилось работать мне даже понравилось у меня случайно получилась текстура на ножках такая волокнистая как будто но в этом помогла мне конечно кисточка получилось это случайно но я эту кисточку который пользуюсь постоянно и люблю не знаю что она имитирует может быть она как раз таки и имитирует масло но с маслом мне еще разбираться и разбираться с фоном я тоже долго думала вроде бы и не нужно его утяжелять сделать нужно попроще но с другой стороны я так давно не рисовала каких-то полноценных иллюстраций или сюжетов что наверно нужно было как-то изобразить все таки чтобы это дополнялось уже что вот принцесса не просто среди среди каких-то грибов сидит а она например вот по той тропинке сюда пришла или там какой-нибудь монстр за ней гонится и она решила передохнуть что-то такое но по итогу я ничего лучше не придумала чем добавить такую голубую луну сияющую и все освещающую своим магическим светом добавляла я детали также карандашом кистью которая имитирует карандаш большой мягкости и в некоторых местах все-таки я приняла решение line который оставался мне долго черным и прекрасно я считаю смотрелся я решила его в некоторых местах где падает свет перекрывать особенно это касается платье все таки на платье его края когда я их обработала светлым цветом они как-то заиграли они вот прям как будто знаете по краю платья как будто прошита такая каемочка которая держит форму этого платья вот эти воланы и мне очень понравилось это мне помогло загладить какие-то неточности в тоне наверно в подборе цвета наверно я не знаю не особо могу по поводу размышлять потому что я была вся в процессе честно признаюсь я рисовала долго дольше чем обычно для пинтереста тем более и вообще это вроде как отличается я с удовольствием почитаю что вы думаете об этой работе в комментариях потому что я считаю что этот челлендж продвинулся немножко вперед и и все таки именно ощущение что ты делаешь для себя и не беспокоишься что там скажут другие и делаешь так как тебе кажется классно так как тебе кажется нужно вот именно это дает такую свободу творчества что ты творишь ты летишь вот с этим вдохновением и получается классно наверное так бывает не всегда я просто привыкла забывать все плохое и не френика у меня тоже так было что вроде бы вдохновилась вроде бы и что-то делаю а по итогу какая-то ну ерунда но это же все просто опыт и на этих же ошибках можно научиться и это классно вот этому творческому оптимизму скажем так я только учусь и конечно же рада поделиться с вами этими мыслями потому что потому что это важно наверно кто-то может учиться на чужом опыте и суперски просто я такой человек который все на своем познает нужно самой попробовать все и иногда это тоже какие-то последствия типа вот я не могу просто посмотреть в интернете как сделать тень вот такой классный чтобы она так вот смотрелась только если случайно мне попадется ненавязчиво вот такое видео шорт я с удовольствием это посмотрю намеренно мне почему-то не нравится какой-то такой у меня скажем так мысль что это как-то искусственно и что вроде бы если ты умеешь рисовать и рисуешь у тебя и так все получится это не очень верные мысли но я делюсь так как у меня это есть ничего в этом страшного нет если вы считаете также мне еще очень понравилось как быстро нарисовала позу в этой девушке это кстати вот прям классный для меня лайфхак я вообще дуб дубом в придумывании каких-то поз и эмоций для меня если девушка то это вот всегда примерно один угол лица да как на фотографии фото лица и и про позы вообще молчу иногда даже когда у меня есть какой-то образ голове который хочу нарисовать а раньше вообще я любила рисовать именно людей людей девушек очень любила но вот у меня фантазия вообще сломалась в какой-то период после подросткового возраста наверное и я перестала потому что я не знаю аж как нарисовать вот я придумала какого-то персонажа вот я придумала какого-то персонажа а как его нарисовать вот не знаю может у меня такие мысли спутанные как моя речь наверное но вот с этим не проблема а пиндерест ты и любое другое изображение которое вы найдете который схематично изображает позу очень помогает вы можете его обвести и не париться вы можете рассмотреть его и фигурами как-то там перенести на бумагу то есть вообще как хотите делать и никто за вами не подсматривает и мне например достаточно легко удается просто смотреть на картинку и рисовать также я такая переводилка скажем так потому что вообще мой самый большой опыт рисования и самый продуктивный это когда я просто копировала изображение да это какой-то там вот эти постоянные разборки что кто-то не рисует а он срисовывает вообще забейте делайте так как нравится главное не тверьте чужие арты вот это вот не нужно делать для себя как обучение это классный вообще способ я считаю и вот с позами в этом челлендже мне очень помогают такие схематичные изображения и даже какие-то элементы которые я никогда не нарисовала бы сама например стопы вот принцессы которые я считаю вообще шикарно получились я бы сама и не придумала как это нарисовать и возможно в этом такая полезность этого челленджа я вообще всем рекомендую попробовать у меня даже кто-то спрашивал разрешение на какой-то челлендж но ребята это не я придумала я также это просто нашла поэтому делайте что хотите можете также искать изображение в пинтересте вдохновляться можете вот со смайликами который был челлендж также повторять это все эксперименты для вдохновения для даже наверное для опыта вообще не вообще не заморачивайтесь короче делайте как вам хочется и и конечно же я лягушечек оставила насладенько и я даже уже звезды и луну все добавила а лягушек решила оставить на сладкое у меня там еще вот возникли вопросики по окрасу мне захотелось добавить чего-то яркого например каких-нибудь оранжевых таких ядреных пятнышек но затем я конечно же отказалась от этой идеи я еще посмотрела на общем плане не смотрится это и оранжевый с тем синим который выбрала как-то не очень мне нравились тем более такие яркие грибы на которых они сидят такая платье яркое да и вообще все такое цветастое что тут надо было их немножко приглушить то есть тут не подошло бы чего-нибудь аляписто это уже перебор был бы я решила оставить их такими же голубенькими добавила также пятнышек все равно но уже просто синим цветом что не смотрится так броска и мне просто очень нравится мое решение с их улыбочками ничего лучше я придумать не смогла бы это просто такие ходячие пухлые лягушечки смайлики которым я еще конечно же добавила блики в глаза они все таки живые да и влажные наверное ничего не придумала я попробую историк они просто смотрят на девушку улыбаются умиляются и наверное это ее может быть даже друзья может они сюда прискакали вместе с ней можно придумать что угодно вообще это иллюстрация так отличается от всего что я делаю и мне было очень интересно ее завершать я даже когда садилась за это видео когда я начала подбор фотографий я не представляла что вот такая картинка у меня выйдет но еще раз повторюсь это просто искра просто искра которая зажглась из платья позы и эмоции и даже по моему впервые я располагаю холст вот так горизонтально потому что но это удобно для моего наброска было то есть девушка сидит платье сзади красиво лежит и что я скажу я буду делать так еще я буду еще стараться как сказать я же не могу заставить себя чтобы мне пришла идея но я буду стараться развивать себе этот навык чтобы такие идеи ко мне приходили и наверное просто надо чаще снимать видео и чаще рисовать я постараюсь конечно еще вот немножко отвлекусь опять от рисунка в комментариях обязательно мне пишите если у вас есть какие-то идеи пожеланий я знаю что моя постоянная аудитория всегда воспринимает хорошо то что задумываю я и конечно же я спрашиваю вас неспроста во первых чтобы было интересно во вторых может когда у меня нет идей я загорюсь тем что предложили вы это касается и выбора игр на канал игровой я еще раз напоминаю подписывайтесь я наверно возможно даже скорее всего буду выкладывает туда видео чаще чем сюда и тут нет ничего такого что типа буду только играть и не буду рисовать нет все проще просто игровые видео проще монтировать и конечно же у меня будет больше времени скажем так больше возможности снимать игровые видео а сюда наверное так будет видео выходить один раз в неделю что я думаю вполне достаточно так как сейчас ютубом все неоднозначно и аудитория у меня пока не набирается ну наверное потому что еще мало видео выпустила с тех пор как вернулись а вот игровые видео будут выходить довольно часто они просты в производстве и я тоже как и любой человек люблю развлекаться играть а еще буду делиться с вами и конечно же когда-нибудь там будут стримы нашли любимые уютные стримы наверное по таким же маленьким игрушку потому что все таки большую игру на стриме проходить это очень очень сложный и трудозатратный процесс памяти память в памяти в плане что может опять какие-то технические шоколадки будут со стороны интернета еще чего-то поэтому ограничимся маленькими играми на стримах и даже возможно большими играми на игровом канале и скорее всего опасениями секрету вам скажу что скоро там будет выходить игра red dead redemption вообще неожиданно казалось бы для моего канала учитывая опыт прошлых моих игровых видео но да я давно в нее хочу поиграть я уже не начинал играть и хочу пройти ее на канал и буду очень рада если вы меня в этом поддержите лайком и комментариям особенно подпиской те кто еще не так близки с моими каналами я добавила светлячков и вот вся картинка впервые наверное за долгое время которая представилась мне в голове оказалась у меня на планшете я так рада что это искра во мне зажиглась у меня вот это щелкнуло и я смогла изобразить это я потратила не один день на съемку этого видео и даже немного сомневалась что и такое большое большую картинку большое видео потянуло для того чтобы выложить на канал но в итоге просто какая прелесть получилось я не устаю нахваливать этот рисунок я сама им восхищаюсь потому что не поймите меня неправильно что это какое-то как это сказать самолюбие но я и правда давно ничего такого красивого не делала и как же я рада что именно этот канал заставляет меня поднять жопку и сделать такую красоту а также я благодарна вам за просмотр за лайки за комментарии и за подписку и за то что вы находитесь со мной в нашем уютном чате в телеграме я напоминаю что это чат это не канал там мы общаемся возможно скоро появится отдельный канал ну если моя аудитория будет расти а на этом у меня все всем тепла